Саша Бондаренко Саша Бондаренко То есть переписать это самостоятельно Потом к поэзии я пришла лет в 15, наверное Ну это были такие первые опыты, первые стихотворения То есть было их немножко стыдно показывать Потом был перерыв получается в три года Когда вот я поступила в университет То есть я учусь на филологическом факультете В пилологическом университете Возобновилось творчество Соответственно я показывала одногруппникам Вот именно они помогли мне прийти уже к тому чтобы начинать писать больше, создавать свои какие-то группы в страничке ВКонтакте. Началось у нас все с создания непосредственно в своем университете литературного клуба. То есть там мы помогаем нашим поэтам университетским как-то о себе заявлять. После этого мы начали готовить свои литературные, то есть сольные вечера. Смотря на каких-то ребят, которые приходят к нам в клуб, мне кажется, что изначально очень важно как-то их поддержать, дать им такие теплые слова, напутственные. А потом уже они сами непосредственно будут понимать, как им важно видеть публику, слушать каких-то критиков. То есть, допустим, на тех же конкурсах там выступают в качестве жюри очень уже известные люди в Красноярске, и советы от них – это самое ценное. Но для начала надо начинать, конечно, с маленького круга, возможно, рассказывать своим друзьям. Именно поддержка, она изначально и дает такой вот эмоциональный фундамент для того, чтобы продолжить писать дальше. Потому что каким-то плохо сказанным словом или не тем, что ты попал в такт, возможно, к душе поэтам можно вообще отбить охоту. Именно технике рифмовать этому научиться достаточно просто. Но если ты пишешь просто автоматически, как говорится, стихотворение, то у него души-то и не будет, и отклика у читателя оно не вызовет. То есть можно просто штамповать стихи, а можно писать их от сердца, и люди потянутся к ним больше. Поэзия – это мужество, потому что, когда поэт рассказывает свое стихотворение, он открывает для читателей свою душу. И в этот момент он искренен не только перед собой, но и перед всеми. То есть это самый наивысший, наверное, эмоциональный момент, когда ты чувствуешь, что люди забирают твою энергию, отдают тебе свою, и они тебя поддерживают. Редко, когда на самом деле чувствуешь какой-то негатив. В основном это сопереживание какое-то возможно. На данный момент поэзия занимает, если брать в процентном соотношении, наверное, 50%, потому что довольно насыщенная эмоциями жизнь, поэтому очень много хочется высказать, выписать. И поэтому сейчас именно можно сказать, что я живу поэзией практически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова